Привет, друг, это Зверько и продолжение рубрики «Как теперь играть» про персонажей, нуждающихся в перегайде после изменений. И сегодня это метовый персонаж, который в бане по КД – Кайя. Новичкам сообщу, с эпика начинается выбор героев с баном некоторых персонажей. Итак, ранее Кайя был метовым на азиатском сервере в основном, но стоило немного изменить второй навык и бустануть пассивку. И вот он метовый и на нашем сервере. Пролетим по навыкам. Пассивка. Кайя получает усиление к автоатаке каждые 6 секунд. Первый же удар наносит урон цепной молнией. В первую цель и последующие 3, итого 4. Главное запомни, урон имеет бонус от максимальных хп цели. Что не говорится, удар пассивкой примерно в 2 корпуса дальше, чем просто автоатакой. Поэтому им можно буквально догонять или добивать цепной молнией, ударив например по крепу, мобу или даже башне. А молния уже завершит злостную кару. Первый навык. Кайя запускает круг электричества вокруг себя, нанося урон. Потеряв статику, приобрел немного силы. И его удар сокращает перезарядку второго навыка. А что очень приятно, замедляет пораженную цель на 40%. Навык используется постоянно, благо маны много не потребляет. Замедляем, одновременно убиваем. Красота. Второй навык. Кайя после рывка и ускорения оставляет за собой 3 бомбы, которые наносят урон. И опять умалчивается. Но бомбы сейчас замедляют, что позволяет легко уходить от погони. Также навык отлично работает с ультой. Ульта. Кайя захватывает цель и тянет за собой, выключая ее на полторы секунды. Паралич не снимается даже очищением. Во время действия ульты Кайя может применить второй навык, натянув жертву на бомбы и шарахнуть ее же первым навыком. Захваченная цель теряет немного магической защиты, а Кайя ее немного повышает. Итак, что мы с тобой видим? Удачная синергия навыка, позволяющая и наступать, и отступать, и захватывать в контроль. Благодаря этому Кайя сейчас в мете. Что еще прикольно? То, что Кайя гибок к сборке. Он играбелен и как танк поддержки. Повторюсь, не основной танк. Или можно его собирать через магию и вносить кучу урона. Но это фан-билд. Эмблемы. Для максимальной помощи к команде. Я взял эмблемы поддержки с первым навыком. Ускорением и гибридным регеном. Это ускорит реген хп. А главное, ману. Перк увеличивает урон союзников по нашей цели. Доп-навык. Вспышка, либо спринт. Какой-нибудь особо одаренный будет возмущаться. Хааа, зачем спринт? Да потому что, если вы играете выше эпика, и вам не забанили Кайю, скорее всего, им хватит скорости среагировать на его инициацию. Контролем или отпрыгиванием. А со спритом можно и нагнать, и еще к своему тащить. Что по сборке хочешь спросить? А вот. Волшебные сапоги. Для голды. Когда сборка будет фул, можно поменять на что-то другое. Ну, банально на другие же сапоги. Штормовой пояс. Больше замедления и больше урона. Мимолетное время. Для сокращения КД нашей суперской ульты. Щита Фины. Защита от магов. Кира с грубой силой. И защиту даст и скорость бега. А можно взять бастион отваги. Но лично я его не очень люблю. Может зря. Шлем небесного стража. А вот и отхил и запас хп. Тактика. За Каю здорово играть агрессивно. Например, пойти на центр с гроком и сразу попробовать кого-нибудь убить. Первым навыком мы цепляем и крипов, и противников. И вообще радуем глаз, быстро фармясь и убивая врага одновременно. Второй навык используем при каждом удобном случае. И для пересечения препятствий, и для ускорения, и для отступления. Три бомбы с замедлением. Это почти гарант безопасности. Шучу. Кроме того, во время схватки тоже не забывай расставлять бомбы. Ведь это дополнительный урон. Кстати, не стесняйся использовать второй навык для инициации захвата, чтобы схватить противника, и потянуть его назад прямо на бомбы, или к своим союзникам. Плюс, ударив его первым навыком после окончания ульты, ты серьезно замедлишь цель. Если тебе удалось удачно схватить цель, например из кустов, то нажав очень быстро второй навык и вспышку в нужном направлении, ты довольно далеко его утащишь. Но надо потренироваться такому быстрому прожатию. Не забудь включить режим наведения героя, и тащить к своим союзникам, магов и стрелков, а не какого-нибудь заряженного на ульту Минотавра или Тигрила. На этом все. Надеюсь, гайд поможет тебе разобраться с новым кайей. Если видео понравилось, подпишись на канал, поделись этим видео, и конечно, поставь лапку. Удачи, друг! Субтитры подогнал «Симон»!